Махачкале снесут 56 незаконных построек. Суд удовлетворил требования администрации города. 30 лет без ремонта. Сельская болинца в Теречном, в плачевном состоянии. 16 лет назад был убит известный дагестанский журналист Абдулла Алишаев. Дочь продолжила дело отца. Подготовка к мессу Рабюль-Ауаль совсем скоро в Духовном центре Иссы Мирыму пройдут масштабные мероприятия. 56 незаконных строений снесут в ближайшее время в Махачкале. С инициативой выступила администрация города. Работы будут проводиться на проспекте Мама Шамиля и по улице Алиева, где будут демонтированы торговые площадки и автомойки. Все судебные инстанции подтвердили законность наших требований о сносе незаконных строений. Работа по борьбе с незаконным строительством будет продолжена. Отметим, что в настоящее время администрации города направлен исполнительный лист в службу судебных приставов для сноса указанных строений. Уже более года в направлении от Кизляра до села Александрия не проводятся ремонтные работы, а в сторону Крайновки ситуация хуже сообщают местные жители. Из-за плохого состояния дорог повреждаются машины и колеса. Многие водители вынуждены останавливаться. Меры по улучшению ситуации не предпринимаются, жалуются люди. В республике зафиксировали рост случаев инсценировки дорожно-транспортных происшествий для незаконного получения страховки. Об этом сообщает МВД Дагестана. В ведомстве подчеркивают, что подобные действия являются уголовно наказуемыми и могут привести к серьезным последствиям, включая крупные штрафы и лишения свободы. В селе Теречное Хасавертовского района пациенты не имеют возможности лечиться в хороших условиях. В стенах медицинского здания протекает крыша, ветхие электропроводки и частые замыкания. Также отсутствуют душевые, мусорные площадки и контейнеры, недоступа к карете скорой помощи, а медицинские отходы не утилизируются должным образом. Все это и многое другое требует ремонта в медучреждении, в котором обслуживается около 15 тысяч человек из шести разных сел Хасавертовского района. О проблеме Народному фронту Дагестана сообщили местные жители. Уже направлены письма в Минздрав и надзорные органы. Около 6% новостроек в республике не обеспечены детскими садами и школами поблизости. Такие данные приводят аналитики единого ресурса застройщиков. Как отмечают эксперты, в Дагестане почти нет застройщиков, которые строят жилые комплексы собственными социальными объектами. По словам аналитиков, в других регионах ситуация лучше. К примеру, Саратовская область соответствует показателям на 100%. В пятерку лидеров также вошли Брянская и Архангельская область, республика Марии, Элл и Удмуртия. В республике Дагестан уже реализуется несколько проектов комплексного развития территории, предусматривающих строительство новых микрорайонов, обеспеченных уже объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Дагестанец принял участие в межрегиональном творческом фестивале «Русское лото». Магомед Алиев из Унцукульского района продемонстрировал художественные изделия из дерева с насечкой и кубачинские изделия из серебра. Он стал обладателем главной награды фестиваля в номинации «Лучший народный мастер». Жюри оценивало работу, технику, технику исполнения, историю рассказал про наше ремесло. И вот они нас отверали. И было, конечно, очень приятно, что получилось, чтобы поучаствовать. И сразу получился в игре в гран-при. Это, конечно, огромное достояние для Республики Дагестан и для москорской районы, что мы получили такую награду. Отметим, что конкурс проходил в Москве. Участие в нем приняли более двух тысяч исполнителей, ремесленников, мастеров народных художественных промыслов и товаропроизводителей из разных регионов России. 16 лет назад был убит известный дагестанский журналист Абдулла Алишаев. Он был одним из первых в Дагестане, кто на телевидении говорил о религии. Грамотный и рассудительный. Таким ведущий и редактор исламских программ на канале Махачкала ТВ запомнился своим коллегам и телезрителям. Алишаев вел передачу «Мир вашему дому», был одним из авторов документального фильма «Обыкновенный ваххабизм». Это человек, который 24 на 7 работал. У него было две передачи в течение недели. И вот не совсем тем оборудованием, которое у нас сейчас есть. Это были склейки, ленты, которые делались на монтажном оборудовании. Вот он проводил из 7 дней в неделю, он 4 дня вот железно проводил, прямо вот ночевал в студии. Нашего времени, современности, ученые и богословия, алимы, они свидетельствовали о том, что вот это поколение, вот эти Абдулла Алишаев, другие, которых мы потеряли, они свидетельствовали о том, что это были ребята с чистым намерением. Абдулла Алишаев сделал многое для укрепления позиций нашей религии в общественной жизни республики. Он был одним из активных сторонников включения в школьную программу предмета «Основы ислама». Кроме того, Алишаев изучал опыт раздельного обучения мальчиков и девочек с точки зрения науки. Снимал на эту тему фильм. Сегодня дело отца, который до последнего честно служил своей религией и профессии, хочет продолжить его дочь. «Именно после того, как он нашел истину, а конкретно в Тасавуфе, в исламе, это стало одной из первостепенных целей в его жизни, именно распространение этой истины. И вот я для себя взяла такую же цель. Поэтому именно это сподвигло меня, я думаю, поступить на отделение журналистики. Конечно, в первую очередь, мне бы хотелось оживить память об отце тоже, если будут смотреть, если я когда-нибудь сниму какие-нибудь фильмы, передачи и так далее, чтобы это напоминало людям и о моем отце, как память о нем». Осталось совсем немного до наступления месяца Раби-Уль-Авваль, в котором родился пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего. На протяжении этого периода на территории Духовного Центра имени пророка Иссы, мир ему, ежедневно будут проходить масштабные мавлиды. На каждом из них планируют принять около 15 тысяч человек и более, отмечают организаторы. Для гостей будут подготовлены столы с угощениями. Также ожидаются выступления известных богословов, исполнение нашидов и проведение розыгрышей путевок на Малый Хадж. На данный момент идут последние подготовительные работы и заканчивается праздничное оформление. Каждый день здесь будет закреплен за представителями разных народов и районов Дагестана. Каждый район будет показывать свой этноуголок, свое одеяние, свою культуру, свой нрав, свою кухню. То есть при входе она будет тоже так оформлена, чтобы человек, зайдя сюда, забыл жизненную суету, просто там влился, вот именно влился в атмосферу доброты, атмосферу любви пророка. Придя на Мавлит, вам не надо будет беспокоиться за своего ребенка. При поддержке благотворительного фонда «Инсан» для детей будет подготовлена игровая площадка, на которой для них проведут разные мастер-классы. Мы хотим, чтобы родители спокойно провели свое время, чтобы выслушали все мажлисы, чтобы дети ушли с яркими эмоциями. Для них подготовлены очень интересные мастер-классы по рисованию, по лепке из пластилина, также по конструированию из лего. Это поможет детям уйти с очень яркими впечатлениями. Уже на этой неделе запланировано первое мероприятие. Все они пройдут в мечети имени пророка Мухаммада. Мир мы благословение Всевышнего. Здесь очень нужны те люди, которые будут участвовать, те люди, которые будут помогать, те люди, которые будут и финансово, те люди, которые будут морально, и те люди, которые не будут мешать, эти самые лучшие помощники будут для нас сначала. Главная цель проведения мавлидов – объединение людей вокруг любви к посланнику Всевышнего и укрепление единства среди верующих. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Защитник Махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев получил вызов в сборную России. 23-летний игрок будет готовиться к товарищским матчам с Ветнамом и Таиландом. Пальцев – первый в истории футболист белоголубых, вызванный в распоряжение нашей национальной команды. В состав «Динамовцев» он перебрался летом. В этом сезоне защитник провел за дагестанский клуб 9 матчей и отдал 1 голевую передачу. Дагестанские росгвардейцы показали второй результат на окружном чемпионате по самбо. Соревнования с участием около ста спортсменов проходили в Нальчике. За победу боролись 10 команд из территориальных управлений, соединений и воинских частей СКФО. Наши самбисты завоевали две золотые – серебро и бронзу в личном зачете. Однако этого не хватило для общекомандного успеха. Первыми стали хозяева – росгвардейцы из Кабардино-Балкарии. Серебро у наших спортсменов тройку призеров замкнули представители Северной Осетии Алании.